Как хорошо известно, энергетическая безопасность – это комплексное понятие, которое подразумевает обеспечение государства и всех его граждан энергии, подоступным для потребителя и экономически оправданным для производителя ценам. Проблема эта имеет много аспектов и является предметом пристального внимания правительств ведущих стран современного мира. ЕС и Россия также уделяют этой проблеме большое внимание. Она является предметом постоянного диалога между нашими странами. Поэтому, начиная ее обсуждение, я считаю, необходимо сформулировать позицию России. Полагаю, что ее предельно и четко, и объективно сформулировал президент Путин. Он сказал, что новая политика ведущих стран должна быть основана на понимании того факта, что глобализация энергетического сектора неотделима от энергетической безопасности. Наше общее будущее в области энергетики означает общую ответственность, общие риски и выводы. Россия считает, пояснил президент, что стратегия глобальной энергетической безопасности должна блазироваться на долгосрочных, гарантированных и экологически рациональных поставках энергоресурсов по ценам, устраивающим как страны-экспортеры, так и потребителей. Такова в самом общем виде позиция России по проблемам глобальной энергетической безопасности. Она неизменна и понятна. В рамках краткого доклада осветить все вопросы, обозначенные в его названии, с достаточной полнотой невозможно. Ниже я в форме тезисов остановлюсь на наиболее актуальных вопросах. Первая проблема, которую я хотел бы затронуть, это глобальное изменение климата. Обширные и обработанные во многих научных центрах данные убедительно показывают, что в течение 20 века температура поверхности Земли, пульсируя от года к году, при осреднении за достаточно большой интервал времени, постоянно возрастала. Это видно вот на этом и следующем слайдах. Из слайда последует, что за 100 лет, с 1910 по 2010 год, она выросла на 0,8 градуса Цельсия. Помимо замеров температур, имеются и другие показатели, объективно подтверждающие это факт. На этом слайде показаны две фотографии арктических областей Земли, сделанные в 1970 и 2003 годах. Сравнение этих фотографий убедительно показывает, что площадь акватории, занятой льдами в Северном Ледовитом океане, за четверть века заметно уменьшилась. Это дало основание Межгосударственной группе экспортов по изменению климата ООН признать, что средняя температура поверхности Земли со временем начала промышленной революции, они считаются второй половиной XVIII века, непрерывно растет. Я полагаю, что температура начала расти где-то в начале XX века, в 1910 году. Возникает вопрос, чем вызвано это потепление. Как известно, существуют две точки зрения на причины наблюдаемого изменения климата. Одна часть ученых, считая, учитывая, что показывают геологические наблюдения и основанные на них полиоклиматические реконструкции, изменения климата в истории Земли происходили неоднократно, связывает эти изменения с космическими явлениями. Другая, достаточно крупная группа ученых, связывает потепление климата с деятельностью человека. В результате разработки нефтяных, газовых, угольных месторождений, в результате сжигания ископаемых топлив с целью получения энергии, в атмосферу поступает большое количество метана и углекислого газа. Этот эффект получил название парникового. На следующем слайде показаны массы углерода, выбрасываемую в атмосферу в виде углекислого газа за счет сжигания угля, нефти и природного газа и других источников. На слайде видно, что первое место, как источник эмиссии СО2 в атмосферу, занимает уголь. На втором месте находится нефть. На третьем, существенным, вступая им по массе, эмиссии углерода природный газ. Среди государств по массе эмиссий парниковых газов первое место занимают Соединенные Штаты Америки, второе – Китай, третье – страны ЕС, четвёртая – Россия, на пятом и шестом местах – Япония и Индия. Учитывая непрерывный рост масштаба в использовании ископаемых видов топлива, можно ожидать дальнейшего ускорения этого процесса. Оценки, полученные в результате вычислительных экспериментов на климатических моделях, позволяют предполагать, что если тенденция сохранится, то к началу 22 века средняя температура Земли может повыситься на величину от 1,8 до 3,4 градуса Цельсия. Наблюдение показывает, что рост температуры на поверхности Земли, независимо от природовой этой явлению, уже сейчас приводит к таянию ледников, к деструкции многолетней мёрзлых пород, к подъёму уровня вод в Мировом океане, к опустыниванию ряда территорий и так далее. Короче, эти изменения серьёзно меняют среду обитания человека. Однако, является ли потепление климата результатом антропогенной деятельности человека? Вопрос этот до сих пор не решён. Так, тот же саммит Большой Восьмёрки в 2005 году осторожно заметил, сохраняется относительная неясность в отношении научного обоснования климатических изменений. Я приведу несколько примеров, подтверждающих эту неясность. Вот на этом слайде показаны слева добыча угля в мире, начиная с 1980 года. Вы видите, что с начала 20 века темпы роста добычи и потребления угля в мире резко возросли. За 10 лет добыто угля примерно столько, сколько за 70 лет 20 века. А температура, как отмечают многие источники, это правый слайд, рост температуры замедлился. Казалось бы, она должна была расти. Произошло обратное. Парадокс, который требует объяснения. Следующий слайд. Это результат обработки кернов, пробуренных в скважинах на Антарктиде и в Гренландии. Вот красненьким видны плюсы, положительные времена подтепления климата Земли за последние 500 миллионов лет. Соответственно, увеличение поступления кислорода, углекислого газа в атмосферу, это коричневый столбик, и изменение поступления кислорода О18. Вы видите, что по крайней мере 6 раз за последние 500 лет температура поверхности Земли поднималась до тех же уровней, что и сегодня. Однако первые 5 потеплений связываясь с техногенной деятельностью человека никак не представляется возможным. Это еще один парадокс, который требует объяснения. И, наконец, третий пример. Вот реконструкция, сделанная геологами многих стран за последние 500 миллионов лет. И вы видите, что вот до последних 10 миллионов лет температура на Земле всегда была выше современной. Только в последние 10-5 миллионов лет происходят эти объяснения. Это показывает, что повышение температуры на поверхности Земли в ее истории происходило неоднократно. Приведенные примеры не имеют в своей цели обосновать нецелесообразность ограничивать действительно громадных выбросов в атмосферу и водные системы газов и флюидов, связанных с антропогенной деятельностью. Они лишь показывают, что лишь лишняя концентрация внимания правительств и бизнеса на этих проблемах может необоснованно отвлечь инвестиции от других экологических проблем, от исследований в области чистой энергии, от борьбы с болезнями, нищетой и бедностью и многих других глобальных и региональных проблем человечества. Я хотел бы теперь перейти к второй теме, которая, на мой взгляд, имеет не меньшее значение для мирового сообщества. Я назвал ее «Безумный, безумный, безумный мир». Опираясь на данные мировой статистики, ученые Российской Академии наук выполнили оценку энергетических ресурсов, которые использовало человечество с конца палеолита до наших дней, то есть примерно за 17 тысяч лет. Вот на этой циклограмме серой краской 40 миллиардов тонн условного топлива. Это та энергия, которую человечество, имея в виду дрова, солому и немножко угля, использовало к началу 20 века. Зеленая циклограммка это та энергия, которую человечество использовало за первые 70 лет 20 века. Это 120 миллиардов тонн условного топлива, то есть в три раза больше, чем за предыдущую 17-тысячелетнюю историю. И, наконец, красным показаны последние 40 лет. Это в два с лишним раза больше, чем за первые 70 лет 20 века. 66% всей энергии, потребленной человечеством, за его историю. Налицо громадное ускорение в потреблении энергии. Наконец, вот слайд, на котором показано суммарное потребление всех энергоносителей, включая атомную энергию, гидроэнергию, возобновляемую энергию в 20 веке. На этом слайде хорошо видно, что потребление энергии особенно ускорилось во второй половине 20 века после окончания Второй мировой войны. Этот, не имеющий аналога в истории человечества рост энергопотребления, без всякой оклятки на будущее этих исчермаевых источников в него энергии, невольно вызывает ассоциацию с названием известного фильма Крамера, о котором я уже говорил, безумный, 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 безумный мир. Именно поэтому я вынес название фильма в заголовок этого раздела. Когда я смотрю на эти данные, наш мир второй половины 20-го и начала 21-го века действительно кажется мне безумным. На слайде также видно, что примешивая угольная глобальная энергия с начала 20-го века постепенно трансформировалась, особенно во второй половине, в энергию использующей широкий спектр энергоносителей. Есть все основания рассматривать вторую половину 20-го века как энергетическую революцию в истории человечества. Естественно, возникает вопрос, может ли такой безудержный рост производства и потребления энергоносителей продолжаться бесконечно. понятно, что ответ может быть только один нет, не может. Ресурсы всех горючих, полезных, исходяемых конечны. Конечны. Теперь я поясню это на некоторых примерах. Нефть. Мы выполнили оценку и прогноз исчерпаемости ресурсов, оценку ресурсов и запасов нефти в мире и про прогноз исчерпаемости ресурсов. Оценка была вероятностная. Мы пришли к такому выводу. Учитывая структуру начальных суммарных мировых ресурсов традиционной нефти, а также закономерность развития добывающих отраслей, следует считать наиболее вероятным, что максимальная добыча традиционной нефти в мире будет достигнута в 2020-2030 году. При этом максимальный уровень от добычи будет составлять 4,2-4,8 миллиарда тонн в год. Главными районами добычи традиционной нефти в этот период будет бассейн Персидского залива, Западная Сибирь, бассейн Каспийского моря, Восточная Сибирь, нефтегазоносные бассейны на атлантических шельфах Африки и Южной Америки, включая бассейн Мексиканского залива. После 2025-2035 года добыча традиционной нефти начнет падать. Уголь. Ресурсы и запасы угля в мире распределены по разным геологическим регионам и странам неравномерно. На этом слайде переведена циклограмма распределения запасов угля по странам мира. Более 50% мировых запасов угля находится в США и России. По прогнозу Академии наук темпы роста добычи угля в мире в дальнейшем из-за энергетических и ресурсных ограничений не будут такими высокими, как последние 15 лет. Максимальная добыча угля в мире около 10-12 миллиардов тонн в год будет достигнута в 2020-2030 году. После этого добыча начнет постепенно снижаться. Дальнейший рост добычи угля будет возможен не только по экологическим соображениям, но и за ограничениями по сырьевой базе. Существует мир, что запасов угля человечеству хватит на столетия. Это было верно до последнего скачка добычи угля. Выше уже было отмечено, что около 50% развязанных запасов угля находятся в США и России. Обладая огромными ресурсами нефти и газы, эти страны не будут проявлять интересу к бурному росту добычи угля. Максимальная добыча угля в них вряд ли превысит на обе страны 1 миллиард 400 миллионов тонн в год. Оставшаяся вне России часть запасов угля при уровне пика добычи в 10-11 миллиардов лет будет исчерпана не позднее 2060 года. Газ. Более благоприятная ситуация должна сложиться на рынке газа. Есть основания считать, что глобальные ресурсы газа, как традиционного, так и нетрадиционного, долгое время оставались недооценены. В последние десятилетия во многих регионах мира сделаны уникальные открытия. По-видимому, месторождение Северное, Южный Парс, Катар, Иран, Южный и Алантань, Туркменистан, являются крупнейшими в мире и превосходят по запасам даже Уренгойское на севере Западной Сибири. Оба последних утверждения, однако, требуют проверки и подтверждения. Серьезные открытия сделаны в Австралии. На западе от континента открыто и готовится к разработке группы месторождений Большой Гаргон. Новое гигантское газовое месторождение морское открыто к северу от Австралии в Папуа, Новой Гвинеи. Новые гигантские открытия, сделанные в России, в первую очередь в Западной Сибири, в Восточной Сибири и Якутии открыты и готовы к разработке гигантские Кавыгтинское и Чаянинское месторождения. Новые газовые гиганты, открывшие на шельфе острова Сахалин, на шельфах морей Северного Ледовитого океана. Большое внимание привлекает новые инновационные решения по разработке месторождений сланцевого газа и угольного метана. Все это приведет в ближайшее время к принципиальным изменениям на мировых газовых рынках, появлению и быстрому развитию новых центров табычи как традиционного, так и нетрадиционного газа. Среди ископаемых энергоносителей добычи и потребления природного газа будут увеличиваться наиболее интенсивно. К 2040 году, согласно нашему прогнозу, мировое потребление газа возрастет с 3,4 до 5,7 трлн кубометров. И газовая пауза, о которой много говорили в Европе и в России 10-15 лет тому назад, она человечеству еще только предстоит. Замедление роста, стабилизация, а затем снижение добычи нефти и угля при продолжающемся росте экономик и потребности энергоносителях стран Азиатско-Тихоокеанского региона России, а также медленный нон-рост потребностей в энергоносителях стран ЕС и Северной Америки, рост численности населения земли, приведут к резкому усилению спроса на энергоресурсы, обострению базоборьбы за доминирование на энергетических рынках. В этих условиях трудно, как нам представляется, рассчитывать на снижение цен на энергоносители. Более вероятно обратное. Грядущий дефицит энергоносителей грозит устойчивому развитию человечества не меньше, а я убежден, что больше, чем потепление климата. Во всяком случае, в долгосрочном прогнозе человечество обязано учитывать обе эти угрозы. Тяжелое наследие 20 века. Так назвал я следующий раздел. 20 век оставил человечеству не только выдающееся достижение человеческого гения в науке, культуре, медицине, не только развитую энергетику, мощную индустрию и высочайший уровень технологии, но и многие сформировавшиеся и нерешенные проблемы. Я в рамках настоящего доклада ограничусь констатацией трех из них. Первая проблема. Выше она была обсуждена в деталях. Это интенсивная, нередко хищническая эксплуатация минеральных ресурсов, которая привела к перспективе их исчерпаемости в 21 веке. В 20 веке в глобальном плане человечество могло себя не ограничивать в количестве добываемых и используемых полезных ископаемых в частности энергоресурсов. В 21 веке это не всегда понимается, ситуация принципиально иная. Выстраивая парадигму на 21 век, человечество должно отдавать себе отчет, что в течение наступившего века традиционные ресурсы нефти, газа и угля будут значительно освоены и в полный рост станет проблема альтернативных или новых энергоресителей, проблема формирования новой энергетики. Многие страны, Соединенные Штаты, ЕС, Австралия, Канада, Китай, Россия, Япония, Венцуэла и другие уже приступили к поискам решения этой проблемы. Впереди еще долгий и длинный путь и огромная потребность в инвестициях. Однако эта проблема научно-техническая и она несомненно будет решена. Вторая, существенно осложнить природно-климатическую обстановку и секциальное и экономическое развитие многих регионов и многих стран. Хотя окончательного ответа на вопрос является ли эти изменения результатом естественной цикличности природных процессов или они являются полностью или хотя бы частично результатом антропогенной деятельности нет. тем не менее человечество и мировое научное сообщество должны внимательно следить и изучать эти процессы. Если подтвердиться, что это чисто природное явление, их техногенная деятельность человека на него существенно не влияет, человечество должно научиться минимизировать для себя его негативные последствия. если человек как геологическая сила своей деятельностью провоцирует или усиливает изменение климата, то тогда негативное влияние антропогенной деятельности должно быть минимизировано или такая негативная влияющая деятельность прекращена полностью. Третья проблема это огромное неравенство на земле в распределении и потреблении энергетических ресурсов. Соответствующие статистические данные показаны вот на этих слайдах. Как видно из слайдов 10,6% насемления земли в развитых странах потребляет 55% нефти и более 40% всей энергии. Две группы стран, которых потребляет нефти больше одной тонны на человека в год имеют 21% насемления земли и потребляют 70% всей в нефти и 64% всей энергии. И наоборот, 70% населения земли это беднейшее население потребляет только 22% нефти и 29% энергии. Многие из этих беднейших стран уже вступили на путь интенсивного экономического развития. В первую очередь это Китай и Индия. Их развитие требует огромных энергетических ресурсов. Именно эти страны, в первую очередь Китай, а также Индия, Австралия и Индонезия обеспечили уникальный рост добычи угля в мире в последние годы. Остальной мир не принял этого вызова. Как было отмечено выше, возможности развития угольной энергетики небеспредельные. В условиях, когда в 30-е и 40-е годы 21-го века рост производства традиционных энергонесителей прекратится, а потребность них у развивающих стран будет расти, неизбежно станет вопрос о формировании нового, более справедливого порядка распределения энергоресурсов. Это время не за горами, и к нему нужно готовиться народам и правительствам развитых стран, как производителям, так и потребителям энергоресурсов. Организация объединенных наций всему человечеству. Полагаю, что именно это имел в виду президент Российской Федерации Путин, когда говорил, чтобы примирить интересы заинтересованных стран глобального энергетического взаимодействия, мы должны наметить практические меры по обеспечению устойчивого доступа мировой экономики к традиционным источникам энергии, а также позаботиться о внедрении энергосберегающих программ и развитии альтернативных источников энергии. Сбалансированные и справедливые поставки энергоресурсов несомненно являются основой глобальной безопасности в настоящем и будущем. Мы обязаны оставить будущим поколениям такую структуру мировой энергетики, которая поможет избежать конфликтов и непродуктивного соперничества за энергетическую безопасность. В заключение я хотел бы сказать несколько слов о перспективах взаимодействия ЕС и России в поставке энергоресурсов. Естественно, возникает вопрос, какими в рамках всего сказанного представляются мне, ученому, далекому от политики, перспективы энергетического сотрудничества ЕС и России. Убежден, что имеются самые благоприятные предпосылки для стабильного энергетического сотрудничества России и ЕС в 21 веке. Что может помешать нашему сотрудничеству? Нашему сотрудничеству может помешать отсутствие или исчерпание сырьевой базы. Все знают, что такой проблемы не существует. Газ. Россия располагает огромными запасами и ресурсами газа и все свободно может увеличить его добычу. Ограничением на добычу в настоящее время является не сырьевая сброса с база, а спрос на газ на европейском рынке и в России. В частности, приостановка освоения гигантского штокмановского месторождения в Баренцевом море связана с отсутствием надежного долгосрочного рынка и высокой себестоимостью будущего газа. Выход России на азиатско-тихианский рынок газа никак не может сказаться на возможности поставок российского газа в Европу. О серьезности и долгосрочности намерений России на европейском рынке газа свидетельствует и активная деятельность президента страны, правительства и крупнейшей газовой компании «Газпром» в реализации проектов газопроводов «Северный поток» и «Южный поток». В достаточно близкой перспективе Россия сможет поставлять в страны ЕС и сжиженный природный газ. Нефть Вероятно, наращивать добычу нефти после 2020 года до России будет трудно, хотя такие перспективы у страны есть. В качестве потенциального источника роста добычи нефти уже укажу на Восточную Сибирь, где предстоит вводить в разработку несколько гигантских и крупных месторождений в Красноярском кране. И имеются крупные открытия в Иркутской области и Якутии. В Западной Сибири огромным резервом добычи нефти является сланцевая нефть Баженовской свиты. Вот если где сланцевая нефть и скажет свой голос в полной мере, так это в Баженовской свите Западной Сибири. Это уникальный объект для будущего нефтяной прошмышленности Российской Федерации. Кроме того, Россия располагает большими потенциальными возможностями ресурсосбережения. Укажу только на две из них. Первое углубление переработки нефти до 90-95% что сэкономит большое количество нефти. Второе перевод отечественной нефтехимии и газохимии с нафты на этан и пропан бутановую фракцию жирного газа глубоких горизонтов мела на севере Западной Сибири и Восточной Сибири. Эти перспективы создают огромные возможности для взаимовыгодного партнерства. России предстоит создать огромные мощности для переработки газа и нефтогазохимии. И сотрудничество со многими европейскими компаниями в этой области уже имеет место и укрепляется. Наметились путни сотрудничества с европейскими компаниями и освоение ресурсов нефти и газа морей Северного Ледовитого океана. Этот перечень можно продолжить. Уголь Россия занимает второе место в мире по запасам угля и имеет опыт его поставок на европейской рынке. Как ни странно, главным покупателем российского угля, это я шучу, но это факт, по статистике является Кипр. Странная ситуация. Перспективы экспорта российского газа, в первую очередь из Кузбасса, практически неограничены. Нашему сотрудничеству может помешать неумение или нежелание договариваться. Думаю, что исторический опыт показывает, что такой проблемы тоже нет. Понятно, что энергетические и связанные с ними проекты могут быть реализованы только на взаимно выгодной основе. Что это значит? Повторю принципы, сформулированные Путиным. Они должны базироваться на долгосрочных соглашениях и гарантированных поставках энергоресурсов по ценам, устраивающим как Россию, так и потребителей странах ЕС. Сотрудничество России и ЕС должно создавать перспективы новых инновационных решений. Россия и страны ЕС могут и должны совместно развивать инновационные технологии в области энергосбережения, добычи и переработки нефти и газа, угля, нефтегазохимии, углехимии, угольного и нефтегазового машиностроения и прочее. Выполнение этих фундаментальных исследований в создании технологической основы для обеспечения человечества энергии в будущем. Считаю своим долгом обратить внимание еще на одну проблему, которая, как я понимаю, пугает многих в Европе. Я прекрасно понимаю, что трагедия Чернобыля и Фокусимы оказали серьезное воздействие на психологию людей и сдерживают развитие атомной энергетики. Однако я убежден, что человечество не сможет развивать свою энергетику без создания мощной атомной электроэнергетики. При этом, конечно, важно принимать самые серьезные меры для повышения уровня их безопасности. Вот те соображения, которыми я хотел поделиться с вами. Извините, если я занял слишком много времени. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за это обоградом и также рефлекторные thoughts мы действительно должны look forward into an alternative без уничтожения и без уничтожения future generations and stop being so selfish about the consumptions and all the necessities what we probably have on our daily base and it is it is really a must to overthink what we are doing so I would like to really touch your consciousness and would like to give the speech to Mrs Bonifair please Mrs Martha Bonifair thank you thank you very much I'm trying to get my presentation hopefully first of all I would like to say that I'm coming from a very different angle because I'm part of the panel of very distinguished scientists who are all laureates I'm not a laureate I'm one of the member of the global energy prize and I am bringing in a little bit environmental perspective into the discussion when we are electing the among the candidates so I would like to say that if you are able to get my presentation I would start by saying that the regional environmental center where I'm working is covering a region from central eastern Europe Baltic states Visegrad countries Balkans and Turkey and we work on a lot of themes including climate change and clean energy what can we do and how can we actually cooperate and we have a lot of programs including EU China clean energy center in Beijing including activities that are focusing on how to get to low carbon society and the reason why we are doing it with 200 of our colleagues across these countries out of 31 nationalities I have to say because of what is happening around us and and there is a lot of discussion and I'm very happy that the new IPCC fifth slip report just came out a couple of weeks ago and here we have Alan with us who was part of the group that actually got the Nobel Prize at that time and I have to say that we have to think about the droughts that are happening across the world in increased frequency please think about the forest fires that according to the report whether you are in Spain you are in Greece or you are in Moscow or in Siberia it's happening in frequencies what you think about the floods that happened in Europe and happened across all the countries including hitting our institution the fourth time in 10 years once in every hundred years flood is the fourth time in 10 years when we think about the glaciers and when we think about the arctics and the probability of reducing of what is what we are experiencing and seeing and what the progression or the projections are saying that if we do not do anything if you do business as usual this is the world that's going to be whether we can have a debate about two degrees or five degrees depending on the region but it's going to be much more hotter and we already see that it's much more hotter for the past years this century experience since the hot and your hottest years on record nine of them were part of this century so the population is experiencing it the people are experiencing it and also the natural disasters reported between 1900 to 2010 is increased who's going to pay for that and who's going to be the next one so that's always a very important dilemma that we need to be thinking about it the European Environmental Agency just for 2012 pointed out what happened around the world that was a little bit more to be thinking about and this is important what the Global Energy Prize can do through the scientists the scientists who are here can think about alternatives because we can see that the energy intensity between 2000 and 2012 it's going and it's really we are trying to curb it but they are developing countries where the intensity is growing just think about Russia is having a population of 143 million people approximately Europe is around 505 million people, Europe 28 India and China has a middle class of this size so if you think about their wants and needs then we have to think about what will be happening in the world if we are looking at the opportunities and that leads also to global CO2 emission, greenhouse glass emission which is going to be staying with us for many, many years also I have to say that according to the last study it says that the level where we are now and where we are leading to is unprecedented in the last 800,000 years so the speed is going very fast and that can have an impact on our way of life it has also an implication on GDP and primary energy consumption and what we are doing for the future but we also know that if we are looking forward the way how we are progressing and projecting our energy consumption and the energy mix is still growing and we are still, whether we are liking or not we are still very much focusing on for the heat and electricity on carbon developments so this is again very important that when we look into the future of the Global Energy Prize winners there are opportunities for alternatives there is opportunity for energy efficiency, new technologies because the reality is showing that up until 2035 we are still going forward in a very, very speedy way it has also importance on the CO2 emission in the world which is prognosed up until 2040 so unless the scientists take a lead and they are taking with the politicians activities into their hands the world is very, very difficult for changing but there are a lot of potentials a lot of potentials in renewable energy and we can see that that is also an opportunity for us to work together for the future we can actually increase the consumption of renewable energy from 2010 to 2014 and you can see that there are opportunities for us and there are a lot of reserves in that and when we look at Russia you have fantastic opportunities on renewables and I think that that could be also tapped into as well for us in Europe that we are not using totally so what can we bring forward? and I would like to say that I was very happy to read that there is a roadmap between Europe and Russia for cooperation that was signed in March 2013 and that really focuses with the signing of Commissioner Oettinger and Energy Minister Novak for thinking about how to develop together in a pan-European space because our energy markets are interdependent because it's very important to work together on scenarios and especially it's a very good time since the Russian energy strategy is focusing on 2030 since the EU energy strategy is 2050 so there are opportunities to find how to get into a low carbon development for the future and it's mutually beneficial so if we move away from the traditional really the supplier and the consumer dilemma and we focus on technology-based cooperation and again here I think the Global Energy Prize is a very good example globally on technology-based cooperation where the scientists bring forward different ideas, solutions and also how this could be further understood and used in a more proactive way in the market potential I have listed a whole series of potential areas from energy efficiency through education training, awareness raising how to work together for sectorial strategies how to put together point joint potential fields of cooperation and I look around in the room I have seen quite a few interested people talking to some of you in this field of how actually bringing together, aligning global opportunities including preparing for the UNFCC Paris meeting COP21 in 2015 how can actually Europe and Russia strengthen the international dialogue and form strategic partnerships how strengthening capacity for strategic planning regards to adaptation to climate change how could be further developing designing legislation and then there is a huge market, market of mitigation, market of joint actions for adaptation developing awareness and successful accessing relevant financing mechanisms and elaborating on domestic markets actually there are more than 10,000 companies that are working across the two regions so Russia and Europe and they are already working on business opportunities so how to translate actually the scientific know-how and this is why I was very, very proud to see some of the scientists that came out and I didn't know that this year's laureate, Professor Yoshino, is also a businessman I have to say that he has both hats because in many ways how to actually work on concrete implementation I think it's quite important lastly I would like to say that I want to share with you a little cartoon this is afternoon and after lunch we have been in the room for a long time so there is a cartoon saying that there is something threatening our way of life and what is threatening our way of life? it is our way of life so what is really a problem and what needs a common solution is our way of life and whether you are in Russia or in Hungary or in Brussels our way of life is really threatening the way how we are living and how we are planning for the future and here as we have been talking to a very famous scientist who was bringing forward the theory of limits to growth, Dennis Meadows he said we have to start to think about resilience so we heard about the social change, social networks this is what we are building up here how to increase the ratio of satisfaction, energy and resources and cultural change, including efficiency increase resistance, again shocks because I have started with these shocks develop more backups, redundancy and I think this is what we talked about what you do in Iceland quite well the couple inputs from outputs, buffers improve prediction for future shocks and monitoring and what we need is long-term thinking and this is why I like the strategies that were brought forward 2030, 2050 it focuses us long-term and long-term solution and the knowledge transfer is the basis and I think that the Global Energy Prize has that as one of the basics best practice sharing, information dissemination, awareness raising and I hope this is not going to be the first the last time, but the first time being in the European Parliament facilitating dialogue among stakeholders and I know that many of you are very eager to ask questions and contribute and integrating economic aspects of decision making because at the end, any politician will ask the question like a good businessman, how much? so I think that to have economical data available when we are talking about all these issues related to energy and climate change and opportunities and opportunity costs, lost opportunity costs are quite important so with this, I would like to show you how we look from above, from a satellite and I think that when we talk about energy for all this is what we are talking about thank you very much Thank you very much, Mrs. Bonifert I would like to give everybody here a chance and the opportunity to go ahead for some questions and answers if it's possible if someone would like to share some imaginations or maybe some sort of point of views, prosperity and overall what we would like to share with all these fantastic thinking tanks what we have in front of us please go ahead